Игнатий Тихонович, подождите. Здравствуйте. У меня есть микрофон. Проблема. Вы меня слышите? Я слышу вас, Ксения. Давай. Мир вам, Игнатий Тихонович. Такой вопрос. Про рожденного свыше человека мне все интересует. Рожденный свыше человек. Это первый вопрос. Он чувствует, что он рожденный свыше? Вот как Иов чувствовал Духа Святого в ноздрях своих? Или я там не понимаю? Я вообще не понимаю, рождена я свыше или не рождена. Вот что я чувствую, что Бог со мной, я это чувствую. А вот рождена или не рождена, я этого вообще не понимаю. Чувствует ли человек? У вас дети есть? Да. А на сколько у вас на роду уходило ребенка? Время? Ну, немного. Ну, немного. Скорые роды, там быстро очень было. Ну, а могут роды продолжаться месяц? Нет, не могут. Нет, не могут. Вот ответ. Вы, когда вот ребенок не родился, а он есть или нет, а теперь родился, он живой от мертвого, как отличается? Он кричит, он требует пищи. Вот так и рожденный от Бога. Он от Бога. И поэтому то, что у него наследство от отца наследовал, он это как будто забывает. И человеку это, когда объясняешь, а если он не родился свыше, он глаза зажмурит и спит, сидит. А который родился свыше, и то, что я ему сейчас буду говорить, я увижу по глазам. У него трепет какой-то появляется. Наконец-то я нашел. Это мой отец. У меня было вот так же. Дали мне в руки новый завет. Хозяева сами обедают. А я в другой комнате. И когда они пообедали, зашли, у меня все внутри ходуном ходит. Господи, да как бы это... Помолиться-то, поблагодарить Тебя. Это то, что я искал. Я не буквы видел, а как бы, как бы, я не слышал, как бы голос с неба. Не я считаю, а кто-то мне вкладывает их туда. Вот я могу передать только собственное чувство, как это было 27 сентября в 17.00 в 1962 году. Латвийский СССР, город Вен, в пост. Розенберга, в 18.04. И когда я вернулся на корабль, весь караван кораблей узнал к утру, что Лапкин сошел с ума. Сошел со своего ума. Все по-другому. И то, что ты искал, там по буковкам собирал, где обоги услышать, и вдруг сразу все дало. И вот это рождение свыше, и еще есть крещение Духом Святым. Это разовый акт. И Господь, когда дает крещение Духом Святым, это не то, что родился, а погрузился теперь. Такую Бог даст тебе ревность обо всем. У тебя сразу появятся враги, новые люди, друзья. Это ты другой. Того прежнего нету. Я на себя смотрю, как бы вижу, кто на колени становился, и кто встал. Это два разных человека. Вот я могу передать только свой опыт. Я искал этого. Рождение не бывает без моего ведома. Я искал. Я не знал этого слова рождение свыше. А когда рождение произошло, я возопил буквально. Сколько же я вины-то сделал-то? Двадцать три года. Да почему же я раньше-то не пришел? У меня одно. Ну, я не знал там женщин, другое. Бог меня сохранил по наказам матери. Нельзя пить, курить, материться, воровать там, что это было, я от матери наследовал. А о том, что родиться, она сама не знала. Потом она родится, когда я буду говорить. И поэтому себя определить, человек, а ты на все будешь смотреть другими глазами. Вот. Я сейчас сижу и смотрю. Вот у меня здесь под ногами ходят голубята. Вот я люблю голубей. Я на них не просто так смотрю. Я каждый день записываю, как подрастают. И вот так духовное. Если я люблю, то каждый, который обращается за помощью, ответить что-то, сказать результаты, какие вот у нас миссионерские путешествия, это нельзя сделать ничего. Насильно не сделаешь. Я только сразу промолотил свою жизнь. Вот там-то я в вагоне ехал. Да там какие-то старенькие были, старик со старушкой. Они немцы были. Заговорили по-немецки. А я стал говорить им. Да вместе запели. Они души нечают, что я по-немецки. Они тут среди русских такое. Всех ощущают, что немец, немец там. А тут такая радость. А они даже не заметили, что я выпивший был. Маленько. Но я-то себе думаю, вот где меня Господь касался. Они достали дизайн к Богу, книга Песней. И мы вместе попели. Ну, какое певец-то? А тут попел. И у меня разговоры все кончились. Вот и людям, когда говоришь, что Бог дает, люди в это верят. А когда отбирает Бог, не верят. У меня не было знания Библии никакого. А я его попросил. И вот после проходя десятилетия, 60 лет, я только сейчас кое-что нахожу новое, что говорил в первые годы. Что-то у Василия Великого, что-то у Григория Богослова. Я не знал, как будто бы Бог мою черепушку забрал и туда в раз положил. Я это все сразу узнал. А как? Не могу объяснить этот вопрос. Так как я знал много анекдотов, разговаривал с людьми, душа общества, как говорят, я сразу запил Господи, по сегодняшнему сказать, переформатируй меня все. Утром встал, ничего нету. В это люди не верят. Григорий Ницкий, это брат Василия Великого, когда он говорил о том чуде, какое было с его сестрой Макриной, которая тоже канонизированная. Люди верят, говорят, только в то, что могут сами совершить. Вот как здорово-то. А мне дана эта вера. И меня Бог очистил, как будто никогда ничего не было. Вот это и есть избрание, рождение свыше. А вот это ревность, когда везде надо свидетельствовать. Не хочу я, допустим, где-то. Начальство только вызывает меня, а я учусь в высшем мореходном училище. У меня торговаться я не стал, документы забрал. То, что я имел, как поступил, тут бы никто... Да я знаю, никто бы не отдал это. Представь себе. Это высшее учебное заведение. Добиваясь сразу разрешения, конкурс 14 человек пройти. Это чего-то стоит. На одно место 14 было. Второе. Добиваясь разрешения сдать 3 курса за год. На высшую математику ушло 5 дней. И притом выбор комиссии на одном из трех анастанных языков. Мировых языков. Понимаешь, сколько здесь всего. И Бог мне показал, что это ничего не стоит. Ты нашел Бога. Ищите небо. Царствие Божие. И вот рожденный свыше это сразу делает подборку этому. Вот так было тут так. И не просто я потерял и жалею, а я рад, что меня вывел оттуда Господь. Хотя помогло начальство. Ты верующий, Лапкин. А корабль это территория той страны. И ты, допустим, приехал в Южную Африку и у вас что-то не заладилось. Ты что, Богу молиться будешь? Ну, я понял. Они смеются надо мною. А я строитель, техник-строитель. Я мигом документы запросил. И так они у меня и лежат. Сегодня. Вот что такое рождение. Рождение это вопль. Это жажда пищи. Это жажда роста. Я никак не могу сказать, что я сам этого достиг. Это сделал Господь. Когда людям говоришь, вот сегодня один там с Украины был, я говорю, вот скажи, кем ты хотел быть? Вот слава Украине. Я говорю, кому, какому месту-то? Покажи. Украина это что, граница только? Это люди. Это взяточники. Это убийцы. Это проститутки. Это все украинцы. Кому слава? А что у вас лучше? Не лучше, даже хуже. Но, однако, это не говорит, что слава России. Дальше начинаю говорить, скажите, вот, ну, я знаю, жизнь надо для того-то, того-то там, это добро делать. В пять лет, назовите вашу цель жизни. Да пять лет ребенок дорогу-то домой не найдет. А мне Бог дал этот талант. Я ничего не хотел знать, кроме божественного. Это призыв был. От груди и матери Бог избрал. Я уже в пять лет знал, кем я буду. А кем? Все интересуются так. Я говорю, террористом. Я не знал тогда это имя, название террористом. Я бы был у Жохара Дудаева, у Шамиля Басаева, или с ИГИЛом где-то, отомстить коммунистам за поруганную землю. Я от отца слышал, как раскулачивали, как они бежали. Я еще не родился тогда. А я сидел и плакал сзади отца. А он рассказывает и в меня переходит. Вот как. В пять лет сам лам буду. А Господь говорит, нет, я себя сделаю Павла. Ну, это, конечно, большой замах, но, однако, в нужной пропорции. Я не привожу никаких мест, как говорило, кто там вахтанг поет, мои года, мое богатство. Тикобидзе. Вот. Сожаление, что я не пришел раньше двадцати трех лет. Вот ответ мой. Спасибо Христосу. Аллилуйя. И детям стараюсь рассказать. Где бы ни было, в этом вопросе Наталья Усатая. Вот она сейчас натакалась у меня в первом томе открытым оком. У меня 33 книги. 30 из них в бумажном варианте. И она начала смотреть, там какая вода, тема, тематические вопросы. Это, как бы, беседы, собеседование. И она детям это все передает. У меня даже академик, профессор, проректор огромного университета стал читать и все это подметил. Что я о воде, об этом ценнейшем минерале земли, столь нового даю даже для него. Вот это надо видеть. То есть я как бы вижу, что в этом заключено. Иногда не говорю, а как подтвердить? Подтвердить не могу. Проходит время, тогда нахожу, где-то были опыты доказаны. Это Господь на немощь кладет. У меня образования нет гуманитарного, религиозного. Нету. И может быть даже лучше, чтобы мою душу никто не корежил. Я все прошу на молитве. Ну вот я вижу здесь Николай Егорович, Георгиевич Кузьмин, кто тут со мной были, те знают, что именно так. Георгий Иванович Иванович. Да. С миром, дорогой брат. Ну еще, Ксения. Все. Человек родился выше. Давай другим этот опыт рождения. Да, да. Ни на кого не пешайся. Да. С мужем, как я говорил, будь поаккуратнее, лишнего слова не говори. Как чуть-чуть рядом бутылек был с водой-водой, сразу в рот и держи во рту. Пока во рту его держи, сатана не может ни зайти, ни выйти. Да, да, я все поняла. Спасибо, Христос. А как проглотишь, муж может подняться опять. Опять глотни. Игнатий Тихонович, тут вопрос поступил. Давайте вопрос. Когда речь заходит о молитве за упокой, православные приводят место Писания, что хула на Духа Святого не простится ни в этом веке, ни в будущем. И они как бы считают, что Бог простит грехи в будущем веке на основании этого места. Но это ведь никак не могу уловить и как более развернуто ответить этому человеку. очень просто отвечать. У людей какие-то есть замыслы, что если не здесь, то там. Как говорят Иуда, для чего повесился, чтобы Христа застать преисподней и с ним вместе выйти попросить прощения. То есть вот такие басни. Для чего крестятся люди для мертвых? Потому что не покрестился, гроб ставили, он под гробом сидел, хочешь креститься? Хочу. Павел говорит, для чего? И вот здесь точно так же. Не в всем веке, не в будущем. Вы надеетесь на будущее, не будет этого. А почему? Второе Коринфон 5.10. Еще раз прочитайте вслух. Ибо всем нам должно явиться на судилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Все. Это уже Павел пишет. После того, как Дух Святой сошел, церковь образованная, и ответ всем надлежит предстать, всем до единого. И соответственно, слово соответственно означает равнозначно, добро или зло. Что делал же я в теле? Никогда из тела выйдет, а там за упокой помолятся-то. Вот этот стих полностью всякую бредню уничтожает. Вот так. Ну. Вон у меня, смотри, какие голуби. В избе. А? Вам видать? А? Да-да-да. Видно-видно. Нечто красивый. Здесь еще бы. А там молодые. Я их взял. И вот этот стих, второе, Коринфянам 5-10, бьет по всем, по всем этим заупокойным, по всем, что вроде бы как-то изменим участь, там, как у Маховейских, что они там погибли, а под хитонами оказались идолы и жертвы им. Все рухнуло. Если еще на 16-ю главу Лухи, пропасть между мамой и вами не переходят, это до Христа было, то это уже, вот этот стих, самый главный стих. И вот считай, каждое слово выделяй, и поймешь, что все по одному эти гнилые, подпорки падают. Соответственно, иначе будет несоответственно. И что? Ну и все кончилось. Двери закрыты, за гробом покаяния нет. Но Бог может простить. Ввиду жертву может, но не написано. Я даже Осипова и то понимаю. Ну, Богу зачем это, чтобы человек ведет, чем учился? Правильно вопрос-то. Но написано так. И при том, в одном стихе пойдете и в луку вечную, а пройдите в жизнь вечную. Когда считаем и двадцать пятую главу Матфея. А Бог может сделать так? Может. Но нам надежды на это не надо иметь. Нету писания этого. Нету. А как будет, что будет? Будет так, как написано. По слову своему сядет судить. 12.48 Вангелия Теана. Вот это второй стих, который необходимо просто все время на руках нести. Прочитайте-ка. Иоанна 12.48 Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе слово, которое я говорил. Оно будет судить его в последний день. Все. Оно вы отвергаете, а по нему и будет. А 22.29 Матфея просчитайте. Прочитайте. Христос сказал им, что заблуждаетесь и причина какая? Иисус сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная писания, ни силы Божьей. Все. В этом все. Абсолютно все. И не надо никак разговаривать, еще дальше отворачиваться. Люди против... Я мне сам писание сказал, где меня тут нету. Это я только голосовые связки включил. Это писание труд Духа Святого. Писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Они не сами писали Дух Святой. И вот отсюда получается начинает семь смертных грехов. Нет этого. Смертный грех один. Только один. А какой? Ну, считай, 14 главу Евангелия Атьяна говорит и Дух Святой придя обречит мир о грехе и правде о суде. О правде о суде. О грехе, что не верует в меня. О правде, что иду к отцу моему. И о суде, что князь мира сего осужден. Никакие сатанисты, ничего никто не выиграет. Все. Тут надо держаться двумя руками за слово Божие. Почему 5.39 и говорит и следуйте Писание и я. Тогда не было Нового Завета. Речь о Ветхом Завете. А не вникает слово Божие. Все остальные молитвы, стояния, мерзость. 28.9 Притча Соломона. Прочтите. Кто отклоняет ухо свое от слышания закона, того и молитва мерзость. Все. у православных подряд что бы ни сказал, он бредни одни только есть. Бредни пьяных старух, как говорит Антон Златоус. И молитва вся эта православная, это мерзость. А почему слово Божие не берут, священники не дают, они первые в ад идут. Я видел эти картины пещерской лавры. Дьявол цепями тащит, ад горит. И черти тащат людей туда. И на первом месте идут в клобуках епископы, за ними священники связанные. Почему Златоусы говорят большая счастье, большая. Вот их собралось около патриарха, допустим, ну сколько, 120 епископов. Минимум 65 будут в аду. Минимум. А судя по поведениям, по откровениям Анна Кронштадтского, может быть, ни одного это второй том настольной книги священнослужителя, 601 страница. Прямо говорит, Серапим, я молился три дня и три ночи. И не о царе, гибель которого уже предрешена была, ни о невинных девицах, а о священстве. И Бог ответил, не пощажу и не помилую. И причина какая? Псалом 118 и 113 стих Господь сказал прочитать. Я могу говорить наизусть, но я хочу, чтобы все поняли, что мы с вами не договаривались. И каждая секунда промедления говорит о том, что мы не сговорились. Какой стих? 113 это Серапиму Саровскому Дух Святой ответил. По какой причине они все погибают? Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. И когда говорят, мы не просто должны опровергать бабок, что они там около мертвых ходят, а ненавидеть должны, что они делают. Ненавидеть, это мерзость. Начнешь говорить, сейчас, вчера я выставлял об счастье. Сколько мест Писания? Да там ничего нет сегодня одни Писания. Моего-то ничего нету. Ну там связующие слова. И кто не посчитайте, вчера я выставлял сколько моих слов и сколько слов из Священного Писания я дал. В этом все любовь. И вот такой общины, которая библейского содержания, евангельского, по Слову Божьему, больше нигде в интернете никто не встречал. Вот как. А почему? Не надо забывать, что я-то получил это в первую очередь и не от православных. Вот как Господь сделал. Когда мы правильно пользуемся тем, что Бог дает, во всем видим сокрытую премудрость Божию. Я услышал от сектантов и полюбил Слово Божие. Мне Бог это открыл. А теперь я распространил, как один говорит, всех заразил любовью к Библии. Это моя вина. Одна беседа с отцом Геннадием Фастом. Это не какой-то тростник колеблемый ветром. В пол пятого утра закончили. Где-то есть. Я выставлял это, эта беседа была записана. Кто считал? Как отец Геннадий Фаст пришел в моем доме, все записано было, и как он отнимал все от себя сам. И встал и говорит тогда, все, принимаю. Одна беседа. А он руководитель баптистской молодежи был, менонит, с высшим образованием, преподаватель там какой-то физики, химии научной в инверситете. А у меня ничего, образования нету, нету. Я единственное, чем могу похвалить, любовью к Господу его слову. Ни одного дня в семинаре не учился, образования никакого нету, любовь, она все накрыла. Мне один говорит, может, вы от зависти говорите, упрекайте нашей академии, что... Я говорю, я радуюсь, мою душу никто не корежил. Я принимал чистое словесное молоко. И сейчас, когда беседуем, я сколько мест в Писании говорю, так это я просто главные места беру. Вот вчера кому я скинул, а причастие называется, ну, возьми кто на себя это, посчитай буквы, которые я беру из Писания и которые мои. Там вина, а не мои слова. И сделай сравнение. Сколько раз я потребляю, какие места Писания, сколько мест Писания и сколько слов в этом. Вот видишь, как ваш вопрос, куда нас привел? К любви к Господу, к вере словам Его. О грехе обречить Дух Святой, что не верует в меня, что не верует в Слово Божие. Любите меня? Он объединяет себя со Словом. Соблюдите Слово Мое. А что толку, что ты говоришь люблю, а не ненавидишь и слова мои бросаешь за себя, за хребет свой? Вот так. Игнатий Тихонович, можно вопрос? Можно. Мир вам, Игнатий Тихонович. С миром, с миром. У меня сын 8 лет, он сейчас держит пост, такой прям взрослый, по-настоящему. А муж мой ругается, говорит, что ему надо расти, ты ему не даешь витаминов, у него здоровье пожатнется, и врач, у него проблемы с зубами, ну там разрушение зубов, и врачи говорят, ему нужно обязательно кальций, какие посты. И у меня такая мысль закралась, малая, может быть, малый грех, наверное, что хотя бы сыр я ему буду давать. Но вот я хочу разобраться, это уже малый грех в мою голову закрался, то есть никаких сыров, ничего я не должна давать, да? У вас сколько детей? Двое. У моей мамы 12 было, у нас 10 живых, больного ни одного нету, все посты строго соблюдали, я перед вами. И я взял все материалы посте с большого требника, которым пользовалась вся Россия. Они многого не знали люди, но посты знали, что пост нарушал, это уж какой-то там с Украины, которые приезжают там эти, а католичные, вот, оттуда вся зараза шла. А так этого чтобы нарушали кальций, бог знает сколько. Яну Кронштадтскому когда так советовали, там, кажется, операция была, он говорит, без воли мама ничего не сделала, а мамой позвонил там, или как там, написал, она говорит, сынок, сколько людей до тебя жили? Кто посты нарушал? Если тебе жизнь положена Богом, ты проживешь. И все. И он на маму сослался. Я вот был где? В армии, пост не нарушал, в больницах лежал после операции, нет. В тюрьме, в лагере, психиатрии, нигде, никогда. И там в каждом месте, в столовой приходилось проповедовать. Некоторые сразу от себя отводят в сторону, если не будет. В лагере особенно трудно. Кусок какой хлеба дадут, там ломают, да хоть корочку отложу в карман. В ночную смену гонят, я под язык положу корочку как валидол. Я валидол не брал, я слышал, что так делают. Ничего нету, я живой вернулся. Живой. Вот как Бог сделал. Так что не грамма. Муж закурит у вас? Да, курит. Ну вот курит, скажи, вот здесь ты не отравляй детей, скажи, не отравляй. А постная пища, она никому не помешала. говорит, что хлеб да вода, монашеская еда. А монахи больные не бывают от еды. Никак на это не идти надо. По уставу положено, маленький сильный ребенок можно, а маленький это пока грудью сосишь. Как от груди мама у нас отсадила, все. Семь недель поста, ни молока, ни яйца, ни мяса, ничего нету. И мы знали, бяка, корова в молоко накакала. Спасибо Христос, Игнарий Тихонович. Благодарю. Аллилуйя. Вот если бы он не курил муж, я бы мог вам разрешение дать, приехали к нам в Потеряевку, побыли бы здесь, отдохнули, покупались, порыбачили, и ребенок был бы здесь на высоте. Вот мужу, скажи, бросай эту гадость, которая отнимает от тебя 13 лет жизни. Зачем ты дым в себя берешь? Выходить-то некуда. Ты сюда тянешь и сюда выпускаешь. Рот и задница, это большая разница, клаха называется, это усьминог, он как ест, и оттуда же отходы идут. И у тебя тоже саворот, как клаха, высотой трубы-то нету. Рассмеши его. Поняла. Спасибо. Ну все. Если ничего нет, то попятился, отошел. Вот это слово отошел, я взял из тюрьмы. Там иногда разделены по одному преступлению-то, чтобы они не договорились. А они сидят в камере. Один, а другой, может быть, метров 20 от него. Но он начинает кричать там, Петров, вы с тобой там такой день-то не были. А тут охранники сразу уже в двери подбегают. Если его заметят, его беда будет. Он кричит, отошел. И все, нету. Я взял, одним словом показано, меня уже нету. Отошел. Это я взял от заключения, от лагеря. Об этом, от тюрьмы. Видите как, я везде брал самое полезное, самое доброе. А тот, один говорит, я все где-то написал, матеряться на работе, там люди, что делать? Ну, я говорю, что делать-то? Ты-то кто? Если ты, сын света, от тебя пойдет свет. Я на молитве стою, стою, молюсь, а в камеру-то 70 человек. И в это время нового в камеру засовывают. Он, говорит, заходит, мать-перемать, а я молюсь. Я кланяюсь, мое место там знает, где я выпросил, что далее, меня никто не трогает. Ну, минута не прошла, кто-то из этих, говорит, мужик, ты помело свое прикуси. Помело это язык. А что такое? У нас батюшка за всех молится. Полная камера, ни одного матерка. А если курить надо, подходит туда, в решетку, чтобы на улицу шло. Вот и все. Что я должен делать? Вот так. Аминь. Спасибо, Христос, благодарю за молитву, за труды. Доброе утро всем. Если какие-то вопросы будут, можете задавать Игнатью Дихановичу. Да. Игнать Дихановичу. Так. Говорите, кто это говорит? Ольга Матьевна. Мир вам еще раз. С миром. Давай. На мессенджерах, в Одноклассниках. Один из моих друзей, это та, которая ходит в фрам, имея ее Хатинья. Я уже вам как-то рассказывала, что она кинулась когда-то еще на Михаила Каримова. Она выставляет на своей странице ролик, что Лапкин сектант. Я в ответ на своей странице выставляю свое свидетельство. Она под этим роликом начинает комментарии писать своим. Я ей отвечаю. Начается все тем, что я ее заблокировала. не надо ничего говорить. Люди никакого отношения не имеют ни к Библии, ни к Христу. Она назвала, она назвала бык с одним рогом. Еще я племянник Гитлера. Ну, Ленин мой дядя. Ну, еще дальше-то. Они уже не знают, чего прийти. Не надо обращать внимание. Помолись за нее, да, дойди. Дело в том, что вчера, когда я уже спала, был пропущенный вызов от батюшки храма Великой Евангелии. Я даже слушать не хочу. Это трата времени вмесить. У нее ничего нет. С чем я буду разговаривать? А с молекулой? Оно ничего нет. Ну, сказали так, она сегодня гладит, завтра она будет говорить по-другому. Люди Бога совершенно не знают. Ей сказали, хватай его, бросай грязь. Это она и делает это. 40 человек заклялись, не пить, не есть. Канджало натащили, что Павла зарезать. Ну и что, где они? Ни одного имени нет нигде. Ну, у меня 22 тысячи их у меня только в черный список отправлено. Где-то 260 роликов против меня стоит. Это говорит о том, что я живой и такие силы тратит сатана на меня. А в это время они в другом месте зло делать не могут. Это радость моя. Когда будут вас поносить, там, обзывать, велика ваша награда. ну, вас она будет или кого-то другого, там, нет, тут есть за что? Есть. Я поэтому принимаю как заслуженное. Вот моя мама принесла там передачки, когда в тюрьме сидел. А в это время обед наступает и окошко закрывается. Ну, и которые люди приждения между собой. А мама моя слушает, Мария Егоровна-то, ну, каждый, моего взяли не за счетных, какого бабоньки, как вас жалко-то, ваших деток-то взяли не за что. Моего-то за что взяли? Как? Так я его благословила на эти страдания. Так они как на нее воззрелись-то? И она начала им свидетельствовать, которое ни одного класса не кончило. Вот и все. А если бы я не сидел, то... А вот сейчас, где я живу, здесь в Барнауле, прям в соседнем, через один дом, ну, прям рядом совсем. У ней муж сидел в это время. И я ей рассказывал, как там приходили люди и как ко мне относились. Ну, вот она уже сказки рассказывает. Так, все, Валенька, давай дальше. Нет больше ничего? Есть Игнатий Тихонович. Телефон. Телефон. Игнатий Тихонович, это Володя Павлович. Да, да. Я это про кулаке вас изготовил. Меня простите. Ну, ничего. Все так и ладно. С Богом. Не заботься, ладно. С Богом. С Богом. Так. Вот и все. Я все сказал. Будьте спокойны. Никогда не надо это говорить. Какая-то кто-то об одноклассниках, я ее знать не знаю. Дворкин против меня уже я не знаю, сколько раз выступал-то. Ну, Дворкин остался. У него ничего нету. Мало ли сколько мосяк лают. Бегают вокруг моей колокольни. У них-то ничего и нету. Он сейчас ему скажет, давай вот это сообщество на молитву не пойдет. На благовестие не пойдет. Я уже беру самого главного тут, как говорится, трепло на всю страну. Он деньги получает, профессор ему дали, а он никто. Двойное, тройное гражданство. Он совершенно неверующий человек. Сколько раз его захватывали, когда он против меня говорил, он говорит, ну, я не знаю, как будто извиняется. Он выступал здесь у нас в техническом университете, кажется. Ну, а люди видят, он говорит, что мерить шестарю, а он тогда говорит, это сектанты пошли с кафедры. В Барнауле первый раз. Вы их проверьте, они что-нибудь украли здесь у нас. Нормальный человек будет говорить это. Это наши ребята там были. Рассказывают. Ну, говорит, что на чужой роток не повесишь платок. Ему не надо. Он занят мною. Считать, что не считал, нет. Ходил на благовестие, нет. Ну, ничего у него нет. Он про меня ничего не знает. Он выдуман. Это поэтому и говорит, он не против меня. Против кого-то, который нарисовал там статую, против нее он там уюет и плюет. Местный митрополит мне какую характеристику дает? Митрополит Московского патриархата. Какие у меня грамоты, какие благословения от митрополитов. Из патриархии что пришло? А тут какая-то мошка, молекула, что-то сказала обращать внимание. Ну, смешно даже. Не надо, Оля, никогда реагировать. Они не знают о Боге. Я считаю, отодвинь в черный список и все. Не знайся со лживыми людьми. Вот так. Ничего нет, больше никого. Отхожу. Подождите. Ну, давай, говори. Ага. Вот читала вчера про священник Илья, который погиб вместе со своими детьми за то, что он их не наказал. У меня такой вопрос. Значит, в те давние времена родители имели власть еще и над своими старшими детьми. Как-то их не просто словом обучать, а каким-то очень жестоким или жестким каким-то делом, я имею в виду. Я и хочу перенести на наше время. У меня вот сын 19 лет. Я тоже должна его не только вразумлять, но и могу иметь какую-то власть. тяжело его наказать за какой-то грех. Потому что я боюсь, что меня Господь как и священника Илью вместе с моими детьми накажет. Я вразумляю его просто, но он меня не слышит. Какие-то могу я жесткие действия по отношению Я не знаю за что, как, подробности это заочно нельзя. Ну и Илья, когда он говорил, они не слушали, Илья Златовус говорит, а нужно было обличать, связывать, бить и изгонять. Вот что нужно было делать. А он только дети, нехорошая молва о вас. И он за них тоже упал и сломал хребет свой из-за детей. А если сын вот пьяница, наркоман, он должен сказать старейшинам, его выведут и убьют. Кого убьют-то сегодня? Когда полиция и все остальное когда пишут оборотни, оборотни, то есть совершенно не на своей должности. Банды какие? А кто? Возглавляет милиция, полиция, банды целые. Я куда пойду? Но мне, вот я сколько обращался, когда в милицию, мне всегда почему-то хорошие люди попадаются. Принимают участие, помогают разобраться. вот здесь есть юридический факультет Барнауле, ну, наверное, уже на пятом курсе, там, четвертом, и спрашивают, вот, какая у вас будет зарплата-то? Ну, прокурором будешь. Ну, он говорит, ну, вот если зарплату дадут в 20 раз больше, не зарплату, а взятку, возьмете? Возьму. Где-то 85% отметили, возьму. они еще никто, а они уже продажные. Ну, и все. Я 11 лет судился за то, что у меня отняли. 11 лет суд шел. Найдите, где 11 лет суд идет. Так сумма-то была не маленькая, претензии мои, 11 миллиардов теми деньгами. И 11 лет шел суд, и Господь сделал, что я его выиграл. Вот я где нахожусь, дома, здесь красивый район такой, 13 соток, из-за дома храм сделали. Это Бог делает так. Друг, у меня прям близкие отношения прокурор-края, генерал-лейтенант, и поэтому, которые нападают поменьше там, ну, как говорят, моська лает, значит сигнал, что лает на слона. Поэтому, я никогда на них не обращаю внимания. У них ничего нет. А если было тут, которые там, на меня напали-то, но я подал в суд, и они там, я не знаю, переморались все. И давай уже лгать, да мы просто для себя сказали, а людей наших ловили, им совали материалы. Все заглохо, и нигде никого нету. Иногда приходится давать сдачи. Почему? Иосиф сидел и говорит, напомните, я фараону, я незаконно сижу здесь. Это можно обращаться в гражданский суд. так что, ну не знаю, кому как, а мне так, что, говорят, мне некогда даже думать, кто там говорит, что каждый день примерно 10-15 человек новые на меня нападают. Нападают. И я сразу в черный список их всех перекинул и пошел дальше. Они дают авторитет. Маленький завтрак, хорошо жить в деревне, название ролика. Уже посетили у меня больше двух миллионов. Один ролик, а там ничего нету. Это благодаря врагам. Другой почти два миллиарда, мы шершней выжигали, они там тут пожарают их, а мы как раз где, вода, все зеленое, никакого пожара нету, никто на него внимания не обратил. Не надо на все смотреть, только да. Я живой. Если был мертвый, они бы еще могли сказать. Значит, что-то не по зубам им. Дальше я могу уже делать выводы. Власть, кому они подчиняются, ходят. Она могла бы их одернуть-то, на место поставить. Нет, почему? Она продажная власть. Хорошо. Спасибо, Христос, Агнатель. Аллилуйя. Так, отхожу. С Богом. Аминь, спаси Христос. Благодарю за все. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Игнатий Тихонович, мир вам. Ксения Михайлова, можно? Можно. Ага. Опять житейский вопрос про детей у меня. Когда мы с сыном гуляем где-то на площадке, у него конфликт с ребятишками. я могу его забрать и уйти оттуда. А если вот, например, он на спортивной секции, и у него там он с мальчиком конфликтует. Там Кирилл, например, подходит к нему, здоровается с этим мальчиком, а тот ему просто по шапке дает. Потом начинает обзываться. А сын у меня, он очень активный, он может с легкостью идти в драку. И я пока его останавливаю, чтобы он не дрался. Вот. А он мне говорит, мама, ну объясни мне, меня обзывают, а как же мне тогда поступать? Вот в драку ему идти нельзя. Как ребенку себя вообще вести в тех местах, где он закрыт? Откуда он не может уйти? Хорошо, вопрос понятен. Два варианта. Вы изберите один. Не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей, но, Господи, воля его. Не ходить туда. Второе. Ударят по одной щеке, подставь вторую. Ты прямо откроем и скажи, вот, сынок, ты христианин, ты должен поступать в атака, а не сдачи. Если будешь давать сдачи, тот придет не один, а приведет старшего брата. И они тебя убьют, и все, на этом конец. У нас другого пути нету. Не ходить, или если пришел, веди себя как христианин, чтобы не стыдно было, что это имя носим. Господь мог бы 12 легионов вызвать, но, однако, ваше время настало. Берите. Все. Другого варианта нет. И кто будет вам отвечать по-другому, ходить на спортивный кружок, у нас есть такой верующий, очень сильно верующий был. Но сын попал, тогда не спецназ назывался, ну, такое же все там забрасывали, части воинские. То есть он знал разные способы. И когда вернулся, он везде все это показывал. И один раз около магазина просили по рублю там выпить, а он не дал. Они на него, он один там пятерых разбросал. А в стороне рядом стоял, никто на него внимание не обратил с газеты. А в газете у него такой нож был. Он проходил мимо и как бросился, ударил прямо в сердце, сразу зарезал. И Мишина этого нету. А брат его, Ваня, тухтя, никакой. Он стал священником и живет по сей день. Никакие меры тебя не спасут. Ни в лагере, ни в тюрьме, нигде. Ты все равно спать ложиться будешь. Ложка тебе ударит в глаз, выбьет глаз и все. Я это прошел все эти инстанции, скажу, со Христом везде победитель. Притом врагов нету. Они к тебе будут обращаться как к авторитету. Вот так. Я поняла, Тихонович. И еще можно один вопрос? Можно еще один вопрос. Ага. Я слушаю, очень часто вы говорите, что не надо пить столько воды, много, что это погашается огонь гиенский внутри, который у тебя. А вот у меня тетка, она мучается почками, и врачи говорят постоянно пить много воды. И уже я что-то не понимаю. Так надо пить воду или не надо пить воду много? Видите, так заочно, за глаза нельзя. Кабы на месте, я бы знал как. Все надо благоразумно делать. Вот святые рассудили, что самое главное. Один говорит, главное это молитва, а тот говорит, нет. Главное это пост. А третий говорит, это, ну, начинает пояснять еще там послушание Ави. Ну и давайте Антония спросим. Он говорит, самое главное рассудительность. Дурака не научили молиться, он лоб разобьет. Постить не научи правильно, он с голоду умрет. В каждом береге благоразумие. Есть там священник, всем посоветуйся, по слову Божьей, чтобы было. И все, встанет на место, и все, за все благодари Бога. Да, я все поняла. Стар и пренебрегающий человек, когда будет ускоревать ум его, мы перед Богом. Я молодым не буду, а старым буду, потому что вроде бы недалеко до этого возраста. И поэтому надо быть снисходительной, где возможно. Все? Все, благодарю, Игнатий Тихонович. Аллилуйя. Никого больше нет, отхожу. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Игнатий Тихонович, я помню, вы говорили, что, и это понятно, что Златоус говорит, что у нас есть только одно свидетельство о том, что дьявол пал от гордости. Это то, что в Новом Завете говорит Тимофею, что не ставь из новообращенных, дабы они не возгордились, не пали с осуждением с дьяволом. Именно так. А вот эти места, которые из Икииля, вот это мы сейчас считали, Исаия, они не говорят тоже о гордости дьявола-то. Это говорит в Новом Завете. А, в Новом Завете, понял. В Новом Завете только один раз, и то намеком. А там-то 14 глава Исаии, 28 глава Изыки Ииля, открытым текстом все сказано. Все, все понял. Что порыбивший звезд небесных, вот как человек начинает он фантазией заниматься. Ну вот, сегодня я вам переписку скинул с этим, с Александром-то, которому рот заклеивали. Я его первый раз занес в черный список. Его совсем надо не допускать сюда. Он просто буйно одержимый. Да, там прям буквально из него сатана говорит. Да. Ну я маленько там разбор сделал, предупредил его. Я говорю, будешь лезть, я обязан сделать тебе так. Он никаких. Дальше, там сколько, 20 раз, я говорю, один раз в день можно ко мне заходить только. Он не слышит и не веет и не считает. То есть, человек обрек себя. И везде подыскивается. И видно, что ему никогда не додуматься это сказать. Особенно он там говорит, а вы живого хороните. Это он живой, а его хоронят. Да, да, он говорит, я вас научил, а вы меня уводите. То есть, это вообще прям напрямую дьявол говорит. Да, Тут даже никакого сокрытия нет. Как-то предупредить или что сделать, чтобы вход абсолютно везде запретить ему. Он уже проклят. Он ничего не может принять. Уже обещал говорить, молчать, заклеивать, ничего не действует. Он не человека оскорбляет, он Бога, верующий, на погибель тянет. Да. Понял. Все, ладно, отхожу. отхожу. Продолжение следует...